Привет всем любителям пошаговых стратегий! Вы на канале Лёша Играет, а видите и слышите Алексея Халецкого. Новый FFA сериал Sid Meier's Civilization 6, но прежде чем перейти к описанию его, к цивилизацию и прочую, одна важная просьба к вам. У меня на канале появилась возможность создавать клипы к видео. Вот эта кнопочка, видите, чуть ниже видео. Поэтому я прошу вас, чтобы вы в процессе просмотра этой партии, каждой серии, какие-то интересные для вас моменты, вот именно отмечали таким вот создать клип. Как это делается? Вы нажимаете на создать клип в том месте, где вы вас просматриваете, либо вы можете просто промотать. Я тут знаю, на каком моменте я хочу это включить. Сейчас перехожу к этому моменту. Я вообще считаю, что всё нечестно это уже. Подселили, героев забирают, шариков не дали, никакого праздника. Вы сидите там за мониторами, глаза вылупили, смотрите на это. Вот такой момент, можно назвать его никакого праздника. И потом просто поделиться клипом. Нажимаете, и тут себе вот эту ссылку копируете и посылаете в комментарии к этой серии. Можете даже поделиться где-нибудь, если вам вдруг хочется. Но смысл в том, чтобы потом я по этим ссылкам эти моментики нарезал и из большого ФФА сериала сделал такую маленькую видюшку с подведением итогов партии. По-моему, это будет забавно. Опять же, зависит от вас. Если вы будете такие клипы посылать, оно даже, видите, нигде не публикуется, просто обозначается в самом видео. Ну а другие могут, например, эти клипы просматривать и комментировать в комментариях, тоже как-то на это обращать внимание. Клип может быть, по-моему, от 5 секунд до минуты, не больше, в общем-то. Поэтому, мне кажется, это будет интересно и, во всяком случае, попробовать стоит. Поэтому, пожалуйста, воспользуйтесь вот этой механикой клипов. Вот она здесь. И попробуем создать что-то новое на канале. Теперь непосредственно к самой игре. ФФА на восьмерых. Во-первых, у нас довольно сильные цивилизации у всех. Есть и американец-прогрессивист, и Византия, и Эфиопия, и Португалия. Я себе взял Вьетнам. Тоже давненько не играл в нее. Я даже не помню, есть ли у меня сетевая партия за Вьетнам, по-моему, только против компьютера. Кроме того, карта необычная. Семь морей. Во всем остальном, как всегда, партия получилась интересной, по-моему. Поэтому я вам и предлагаю вам для внимания. Спонсоры канала, как всегда, все серии видят сразу во вкладке сообщества. Спасибо им большое за поддержку. Для всех остальных игры будут выходить раз в день. И еще раз напоминаю про клипы. Пожалуйста, поделайте клипы, попробуем, как оно получится. На этом все. Приятного вам просмотра. Ну что ж, Вьетнам. Тупо зависим от лесов. Но выглядит, как тропических лесов у нас тут дофига. Так, что-то как-то ресурсов не видно особо. Ну, я бы не ходил никуда, но я бы не сказал, что это место прям супер-пупер. Ну, хоть три еды есть. Ладно, я начну с разведчиков, это точно. Два-два. Четыре-три. Просто если чисто на еду, переключать. Три-пять. Блин, я все-таки на еду. Два жителя, это два жителя. Нет, все-таки скауты важны. Мне важны, может быть... Мне надо пантеон на тропические леса, как вы понимаете. Вдруг найду руинки. Быстрее. Так, у нас тут случайные деревья технологий. Поэтому ничего не понятно. Ну, с животноводства начнем. Блин, я вот забыл, ставятся ли у Вьетнама районы на тропические леса без вырубки этих лесов. Они, наверное, все-таки не вырубаются. Поэтому мне железо открывать не надо. Ну, вообще, конечно. Вот сейчас очень сложно планировать. Я вот сейчас думал, что вот сюда надо район поставить. Я терпеваю, что тут не могу район поставить. С другой стороны, я же могу посадить лес. Например, здесь. А лес открывается тут в средневековых ярмарках. Вообще-то далековато. То есть, мне ждать открытия средневековых ярмарок, чтобы тут кампус поставить. Хотя. Если возьму пантеонно-тропические леса, то вот здесь, мне кажется, священное место офигительно встанет. Ну, будет плюс три, правда. Но еще и наука от болота. Нет, не наука, а производство от болота. Ну, так, предварительно. Давайте предварительно будем иметь здесь священное место. Ну, тут вот на реке есть места. Я только думаю, мне перепрыгнуть сюда или на эту сторону. Музыка, кстати, у Вьетнама прикольная. В том числе, мне нравится. Ред Ривер. Какое-то вообще не вьетнамское название. Нужно аккуратно снимать, как представить. Когда переставишь эти нитки, они нормально работают. Тут и сток. Ниже мы, наверное, уже не пойдем тогда. Тут река. А, кстати, видите, я на одну клетку дальше хожу, если я начинаю. Блин, мне надо ходы заканчивать за скаутов на лесах. Я забыл про эту способность. Совершенно. Так. Встану сюда. Здесь встану сюда. Этим скаутом туда. Блин, ни одной что-то руинки пока не нахожу. Я думаю, может, мне эту выкупить, чтобы 2-2 было. Еще одна. Или эту. Или эту. Наверное, вот эту выкупил. Ладно, выкупаю. Или подождать открытие... Ладно, давайте подожду открытие лошадей. Может, где-то круче будет. Хотя... Где они тут на равнине появятся? Где она тут круче может быть? Вау. Прям... Три лошади. Не, выкупаю эту. Пока так. Теперь. Наверное, сюда пойду. О. Так. О, тут может быть все. Океан, никого не будет. Строителя дали. Зашибись. Пожалуй, сюда пойду смотреть. Так. Тут интересные места. И я могу сразу пастбище строить. Мне тут, собственно, кроме пастбища-то ничего и невозможно строить. Давайте, наверное, так. И так сделаем. Так, вот это уже повеселее. Нагорное дело открою. Слава богу, могу пропустить этап строительства. Блин. Варвары. Вот это неприятно. Этап строительства рабочего и сразу начать с этого посела строить. Так, ну мне вот эта клетка нужна. Четыре хода. Или пойти просто скот и выкупить камень лучше. А сколько камень будет стоить? Тридцать пять. Давайте, наверное, так. У меня вообще нет ресурсов для добычи. Очень так странно сгенерировалось. Так, ну и вот эти варвары отсюда. Мне надо как-то так. Раз, два, три. Вот мне тут надо думать. Либо на этих лошадей ставить, либо... Либо... Я бы, наверное, сюда поставил город. Ну, из того, что я вижу, по всякому случаю. Да, вообще ничего не веры. Блин. Очень бы хотелось, конечно... Пантеонно-тропические леса. Но у меня такое ощущение, что на такой карте еще кто-то его может взять. Блин, не хочу атаковать я этого скаута. Вау. Еще и белые скалы Дувра. Слушайте, а что это у меня тут с двух сторон ограничения какие-то? Так, ну... Интересное тут место еще. У белых скал Дувра тоже, видимо, можно поставить город. Блин, все равно тормозит. Так, я, кстати, могу сразу, видите, обрабатывать. Это за счет того, что я с тропического леса начал движение. Так. Тут я, наверное, сюда буду возвращаться, потому что там у меня идет скаут. Исследует. А тут надо... Сейчас будет от варваров отбиваться. Так, я могу в Тань, по идее, выйти, да? То есть еще четыре. То есть надо как-то пытаться здесь... А, подождите, в Тань. Как же я выйду в Тань, если не вижу вообще, что тут дальше? Наверное, в международную торговлю пойдем. Здесь против варваров возьмем. Ну и бог-царь, конечно. Так, ну варвары, наверное, где-то тут будут. Так. Давайте мы, наверное... Прямо в ту... О, тут горы. Блин, интересно, горы прямо на реке стоят. Блин, вот тут бы еще исследовать, да? Так, 35 минут. Я, наверное, один ход подожду. Так, а если я 4-4, а так 5-4, пофигу. Пускай... Ну, вообще, просто вот так сделаю. Тут вот явно ускал Дувра должен быть. Давайте, может, сразу после третьего в очередь поставлю. Надо сразу хорошие города поставить и забить на это. Вниз пошел? Блин, варвары внизу, что ли? Это я чуть-чуть ошибся. Давайте тогда мы, наверное... Ну, все-таки пойду сюда скаутом, а этим юнитом сюда вниз. Так, тут я жду возможность выкупить клетку с камнем. Все, мне все равно нечего обрабатывать этим рабочим. Так, ну, хорошие новости в том, что у меня, видимо, сосед только сверху, может быть. Это радует. Так что у нас тут в дереве технологий. Каменала у меня будет. Блин, астрология далеко. Так, давайте мы... Нет, давайте мы каменную... Я бы в астрологию пошел как можно быстрее, чтобы открыть священное место. Блин, тут камни. Ну, тут, кстати, хороший город будет стоять. Между прочим. Так, тут все еще стоим. Следующим ходом клеточка выкупится. О, есть руинка. Отлично. Блин, ну, типа, надо город тут ставить, но... Такой странный рядом с двумя... горами. Рек маловато. Рек маловато и... Не так много выбор для города места. Ну, зато лесов и тропических лесов много, поэтому я не думаю, что кто-то на меня решится здесь нападать. Так, вот что, купаем клетку. Да ладно! О, нет, я беру. Здорово. О, отлично! Наверное, то, что надо. Ну, это моя была. Ладно. Далеко ты отсюда? Наверное, да. От разветочка-то, наверное. Это он сверху где-то. Так, сюда встану. Блин, а что-то крифы далеко от берега. Хотел. Блин, 40 уже стало стоить. Фак. Ну, потому что сам город клетку выкупил, поэтому увеличилась стоимость клетки. Стоим, ждем. Тут же холма нету. Ну, этого посила будет защищать этот скаут. Туда я пойду потихоньку. Там главное, чтобы еще кто-нибудь не прибежал. Так, вот теперь клетку выкупаем. О, подожди, тропический лес. Давайте, пожалуйста, пожалуйста. Е-е-е-е. Удачно я эту руинку нашел. Так, ускорили каменную кладку. Мастерство. Мистицизм. Сейчас бы еще другой континент найти. Так, то есть, варвары тут внизу. Ну, вроде никого. Да, слушайте, тут приятный город будет. Прям так... Мощненько. Я смогу строить священное место через 10 ходов. Могу не успеть с религией. Ну, в смысле, чтобы в эту эпоху и в золотой век выйти. Тут пойду исследовать. Ага, еще варвары. Так, надо тут смотреть, где я тут хочу город поставить. О, прям... Наверное, вот, скорее всего, там, где копье стоит. А мне надо тут ставить, чтобы... Блин, тут... Знаете, что проблема этого города? Что тут нету тропических лесов вообще. Да. Проатакую. У нас плюс 5 против варваров, так что... Угу, вон где эфиоп у нас. Окей. Ну, вообще, довольно близко. Получается. Вот как тут там между нами города всовывать? Здорово. Здорово. Так, а что это как-то одинаково больно получилось? М-м-м, соляной старт у деда. Ну, я думаю, что я туда поведу. Может, вернем таймер уже? Да, у меня, в принципе, норм. Так, а за что я сейчас получил? Очки эпохи. А, за счет того, что поставил город на разливающейся реке. Вот тут, видите, вот там. Ну, это не страшно. Так, ну я в какой... На каком-то полуострове индийском, типа, нахожусь. Такая... Ну, ситуация замечательная. Единственное, теперь вопрос, смогу ли я районы нормально ставить со способностью Вьетнама? Вообще, мне бы лагерь захватить, чтобы открыть, где у меня мой уникальный район. Может быть. Скорее, если заново поставить метку, вроде может показаться. Ну, то есть, мод у нас стоит, который показывает для... О, показывает плюс 3, видите? Сейчас еще подумаю, где-то в столице вообще более крутое соседство возможно для священного места. Мне кажется, нет. Ну, вот тут может быть плюс 3, но тут... Блин, дайте-ка я в защиту встану. Странно. Что-то как-то... Копейщики как-то больно бьют. Потому что... Мало того, что у меня юнит против копейщиков, так еще и плюс 5 против варвар. Не знаю, что это так мне тут наваливают. Да, у нас что-то резов на... У столицы вон только вино, и то в третьем радиусе, хотя я никуда не ходил, как-то у меня резов на... Ну, и вон еще янтарь. В третьем радиусе все. Я даже не могу изначально их обработать как-то. О, ровненько строю поселы и сразу начинаю священное место. Египет, ты вот... А может на производство лучше тогда переключиться? Потому что он сейчас может вырасти... Он бы вырос... Я, кстати, тоже снизу поставил. Был бы минус подовольства у меня. Я не... Да ладно, еще прачники прутся. Ну, это там пришел, сообщил обо мне скаут. Блин, а как мне сюда тогда привезти посела-то? Озеро. Тут можно где-то... Ну, скорее всего, вот тут где-то поставить город можно будет. Блин, может мне сначала прачника хотя бы сделать? Бо я там не пробьюсь. Давайте так. Слишком много юнитов, а я хочу именно тут город поставить. Блин, или не выделываться... Ну, блин, хочется 4 очка от Скалдура. По идее, если я успею еще религию принять, то соответственно... Так, там Эфиоп кого-то встретил еще. Дед, а ты кого-то где встретил? Вверх, вправо, влево? Вправо. Вправее. Правее. Наверное, перепрыгну речку. Судя... А, мне сказалось, Дунай написано. Ана, не здорово. Сюда пойду смотреть. Я стесняюсь спросить, здесь есть где-то гагашки вообще? Да, есть. Интересный вопрос. Туда по джунгам. Спасибо. Я уже довольно большую территорию открыл, и не встретил ни одного города-государства. Блин, я, наверное, зря проатаковал. Вот, смотрите, меня атакует, я могу его убить, но тогда меня убьет этот воин. А если не убивать, отходить, то... Блин, меня и... Ой, я тупанул. Мне надо было отойти сюда, это плюс пять, да? И так вот постепенно отходить по лесам. У меня походу минус... минус воин. Черт, он сейчас... О! Нет, ладно. Блин, все равно мне можно двумя атаковать. Так, ладно, я в любом случае так атакую. Так, вот это уже получше ситуация. Окей. Возможно, мы тут даже пробьемся. Ну, я плюс пять имею на лесах, тропических лесах и болотах, как я понимаю. Тропических лесах, болотах или лесах, да. тут интересно. вообще, надо сюда прыгнуть, глянуть, что там дальше. Не знаю, тут или тут ставить город. так, афиоп принял какой-нибудь пансион, интересно. Блин, еще один. Ну, это скаут ко мне привел вот это все. Надо вот так встать. блин, че так по одной клетке скауты ходят. Астрология открыта. Один ход. Рядом с тобой кто-то есть же, да? Давай теперь гончарное дело. Канада. Окей. Так, сколько клеточка? 30. Сможем купить. И священное место 2, 2. Ну, видите, плюс 3 лучше. Тут тоже плюс 3. Вот тут плюс 4. 4. тут плюс 4. Вообще наверное стоит тут тогда поставить. Потому что извините, я надеюсь на трудовую дисциплину. трудовую повинность я ускорю. Так, сейчас у прачника должно быть плюс 10, да? А, это плюс 10 только когда он атакует территорию с лесом. Так, ну, наверное, все-таки священное место ставим. Блин, 5 ходов строится, наверное, все-таки не успею я в золотой век. Никак. О! Ну, наверное, все-таки сюда надо город ставить. Потому что тут достает до тех земель, получается. Теперь мне скаутом долго выходить отсюда. войны орлы серая крыса. Где-то у тебя там справа серая крыса, да? притаилась. Каменное лицо, блин. Да, кстати, мечу еще спешить надо. Тут тут же лагерь варваров, соответственно, он может в ггшку превратиться. И я тут ничего не поставлю. блин, может мне все-таки не... Ну, слушайте, 8 ходов, да, я ставлю здесь. А я вот не помню, 3 очка дадут. Уникальный район я не построю. Религия 4 очка. Мне 10 не хватает. Может мне не тратить время пойти тут город ставить? вот сюда. Игра мне предлагает тут ставить. Вообще, вообще, кстати, я, наверное, соглашусь, потому что тут больше лесов просто вокруг города, чем здесь. Да, наверное, так и сделаю. Сейчас будет прикол, если дед там где-нибудь лагерь убил, и этот скаут мне захватит поселенца. побережье. Не жаль это вот тут конец карты. мы вдвоем так вот сбоку находимся. Тогда надо будет как-то разграни... Фу, слава богу. пускай лечится. Вообще, тут может быть скаут деда, 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 деда. Так, давайте-ка мы международную торговлю откроем. Потому что трудовую повинность я должен через два хода, в общем-то, ускорить. Обработка бронзы. Стрельба из лука. Ну, храм Артемиды у меня тут невозможен нигде. Третьего варвара убил. Мне игра предлагает сюда ставить, мне надо сюда остановиться, потому что я тогда дополнительный. Блин, дайте походить! Какой-то меточки так в конце хода радостно ставит. У меня будет дополнительный тип иход, и я как раз сюда встану. Норм. На самом деле норм тут. Угу. Не, я бы, наверное, блин, там варвары, правда. Хотел сказать, что я бы, наверное, вниз пошел исследовать, но там варвары. Стоим, лечимся. Так, пройдусь. Так. Переключусь на рост. Значит, достраиваю. Выйду ли я? Слушайте, я буду первым. Между прочим. Со священным местом. вьетнамцы первые начинают молиться. Не знаю, какому богу пока. Пока. так, ну, пингалу возьму. Я тут точно магнусом вырубать ничего не собираюсь. Что ускорил? Мореходство. Торговые пути можем создавать. а, типа, крутое священное место построил. Слушайте. Блин, ну, вообще-то мог в золотой век выйти, значит. Если поставил тот город. Трудовую повинность ускорили. Международную торговлю открыли. Ну, наверное, пока ничего не меняю. А, бог-царь надо поменять, подождите. Так, что у нас здесь со священными... хочется, конечно, строителя с одной... Вообще, надо строителя сначала. Во, плюс четыре есть. Зашибись. Ну, что это так сложно тут пройти-то? Скаут по одной клетке просто ходит. Вау, смотрите, раз, два, три, четыре клетки. Прощник. так, ну, наверное, вот здесь надо ставить город. Но это уже в следующей эпохе. А, блин, что-то священное место. Видите, подписывает, высказали этим знаком, чтобы не там, стоп, потому что я не могу поставить на район, не на лесе. метка на этом месте. Подождите, мы же семь морей играем, да? Да-да. Так, в письменность, наверное. Блин, или орошение все-таки открыть? Ух, сколько железа тут. Я орошение никак не могу ускорить. Кстати, у меня же могут быть проблемы с пожарами. Поздно нашел континент, когда уже открыл раннюю империю, не раннюю империю, а... Так. Отсюда, что ли, варвары шли? Видимо, вот отсюда перлись. Надо еще вот тут, мы семь морей, я немножко, видите, я думал, что это Пангея, а раз семь морей, то тут немножко по-другому все. Так, ну я первый, как видите. Еще больше вообще никто священное место не поставил. Блин, может, давайте все-таки орошение? Потому что у меня там вино, и уже после орошения в письменность пойдем. Нет, ну я не успеваю в золотой век никак. Зря, наверное, сюда поперся, надо было просто спокойно тут идти. На этом пока все. Продолжение. Спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. И напоминаю про клипы. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халец. тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!